Башкирская организация Всероссийского общества инвалидов совместно с Уфимской епархией подарила праздник детям-инвалидам. Наравне с ребятами с ограниченными возможностями здоровья в конкурсах и играх приняла участие обычная детвора. Проводить мероприятия взрослым помогали активные православные подростки, которые учатся быть милосердными во всем помогать ближним. Подробности в сюжете видеослужбы Уфимской епархии. Воспитанники молодежного православного творческого центра преображения Уфимской епархии порадовали ребятишек с ограниченными возможностями здоровья. Творческий центр преображения ярмарку вот такую вот игровую проводит уже не в первый раз. Мы проводили для детей из воскресной школы, мы проводили ее в лагере, мы проводили для детей из детских домов. Для детей инвалидов мы проводим впервые. Ребятам, конечно, участвуют в этой игре, проводят ее, вернее, подростки нашего творческого центра. Они, в общем-то, ребята уже опытные, но с инвалидами тоже работают впервые. Для них это очень важный опыт, пообщаться, скорректировать задания, чтобы ребята смогли выполнить, где-то быть помягче, где-то пообщаться по-особому с ними. Участвуя в разнообразных конкурсах, дети-инвалиды зарабатывали собственным трудом карточки преображенки. На них они могли купить все то, что им только пожелается. А именно соки, сладости, блокноты, фломастеры, карандаши, акварельные краски. Дети вот талоны получали, поиграли немножко себе сладости, в магазин сходили, сладости себе убрали. Мы очень рады за такие праздники. А еще для всех малышей приятным сюрпризом стала небольшая благотворительная выставка животных, проведенная группами помощи бездомным животным, кота-пес и потеряшки. Дети были счастливы, взрослые тоже, но особо приятно было юным преображенцам. Они не только смогли обрести новый нужный им опыт, но и нашли для себя в лице ребят-инвалидов верных, отзывчивых друзей. Они же такие же дети, как и все. Они тоже люди. С ними легко. Пришелся по душе первый опыт взаимодействия с преображенцами и организатором праздника – представителем башкирской организации «Общество инвалидов». Совместную работу они планируют продолжить. Ведь одна из главных задач и тех, и других – помочь решить проблемы, в том числе и психологические, так называемых, необычных детей. Очень хорошее впечатление. Надеюсь, мы с ними будем сотрудничать, организовывать такие же красивые мероприятия в будущем. Но финалом праздника стало чудесное шоу «Мыльных пузырей». В его организации помог руководитель отдела социального служения Уфимской епархии Ирей Андрей Зуев. Поиграть с огромными мыльными пузырями смогли все ребята. Дети уверяли, праздник удался. Анна Аксенова и Милях Мадеев в видеослужба Уфимской епархии. Продолжение следует...